Хрупкий, как стекло. Семилетний Стёпа из посёлка Капельница страдает от редкого заболевания. Оно делает кости ребёнка ломкими. Мальчик не может ходить, ведь любое неосторожное движение может привести к серьёзной травме. Надежда на выздоровление есть. Как помочь Степану? Смотрите в сюжете. Светленький, голубоглазый и очень смышлёный. Только родился Степан с редкой болезнью, несовершенным остеогенезом, патологией развития костей, которая так изменила его и жизнь всей его семьи. В народе таких людей называют стеклянными. У нас происходят переломы. Переломы, причём просто на ровном месте могут происходить, даже под тяжестью буквально одеяла. У нас так было четыре года назад. Степан спал, и вот во сне у нас произошёл перелом ножки. Несколько переломов произошли у него ещё в утробе матери. После Кесарева, рассказывает Анжелика, просто боялись к Стёпе прикоснуться, смастерили специальные носилки. В крае лечения ребёнку назначить не смогли. Родители сами нашли в Москве профессора, который занимается такими детьми. И вот уже семь лет Степана несколько раз в год возят в столицу для терапии по медронатам, лекарствам для укрепления костей. Поэтому Стёпа умеет сам передвигаться в своей маленькой инвалидной коляске, делать специальную зарядку. Всё для того, чтобы добиться главной цели – встать на ноги. Благодаря тому, что Стёпа достаточно рано начал получать медикаментозную терапию, уже на протяжении нескольких лет у мальчика нет переломов. И чтобы сохранить достигнутые результаты, очень важно продолжить регулярное введение капельниц с помидронатом. Все семь лет лечения Стёпа оплачивает Росфонд. В год на препарат необходимо около 600 тысяч рублей. И прерывать терапию нельзя. Когда плотность костей у ребёнка позволит, ему можно будет поставить телескопические штифты. Они растут вместе с ребёнком, и Стёпа сможет ходить. И не думать о переломах, которых за его семь лет у него было тринадцать. Тебе всего семь лет, а ты уже столько перенёс разных процедур таких. Они всё-таки болючие, неприятные. Как вот ты справляешься? Ну, я терплю. Тяжело? Угу. Да. Тяжело много. Каждый рубль, который соберёт фонд, облегчит боль этого ребёнка. Для терапии сегодня не хватает почти трёхсот тысяч. Чтобы сделать перевод, нужно просто отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Перевести пожертвования и найти всю информацию Степани можно на сайте Росфонда. Этот хрупкий человек сможет стать сильнее, если каждый из нас хоть немного поможет. Юлия Бычкова, Павел Коваленко, Вести, Железноводск.